Так, ну что, привет господа трамписты и конечно вы господа трамписты, как и я в общем-то думаете, ну придет Трамп и все, Трамп РД, порядок на ВД и все будет иначе. И возможно совсем по-другому уже мир будет смотреть на мир, потому что однозначно эти выборы, ноябрьские выборы, они формируют позицию, тренды задают для всего мира. И хотя там старые пердуны из Брюсселя, прикипевшие с раками к своим стульям еще будут там что-то попукивать, но тем не менее штаты задают тренды, это уже понятно. И поэтому в общем, конечно вы думаете, Трамп РД, порядок на ВД, но уже однажды так было, мы уже однажды думали, что плюс-минус так, а потом он пришел и полетели ракеты по Сирии. И мы тогда очень удивились, вы помните, да? Давайте рассмотрим это с другой точки зрения. А что если не Трамп? Вот а будет ли катастрофа, если не Трамп? Потому что сегодня я смотрел пресс-конференцию Путина, не без интереса, и даже высказывался в телеграмме там насчет того, что он говорил. Но мне стало интересно, когда он сказал, что говорит, его кандидат сошел с дистанции, его кандидат это Байден. Ну Байден говорит, что нас устраивает вполне. Байден по поводу Харрис, ну Харрис типа, чего-то она улыбается, постоянно смеется, говорит, значит у нее все хорошо. А Трамп, говорит, ввел против нас больше всего санкций. Трамп, он же ввел количество, столько количества всяких ограничений и санкций в отношении России, сколько для него ни один президент раньше не вводил. Так ли это или не так и ввел ли на самом деле Трамп, больше всего санкций, мы чуть-чуть потом ниже поговорим. Но очень интересное высказывание и такое вдруг внезапное, да, такое, а так это Харрис получается лучше, для чего это делает Путин, спецом ли он троллит, подставляет ли Харрис. Суть в том, что это было весело, на это посмотреть. Украина между молотом и наковальней, сейчас между молотом собственных страхов и наковальней хотела. В 20-м году отказались участвовать в интригах Трампа против семьи Байдена и даже не догадывались, что тем, что отказались от этого, подписали себе помощь от Соединенных Штатов и от демократов. Я не знаю, как было бы в другом случае, если бы начали глушить Байдена, причем было за что. Но вот Трамп уверяет, что война при нем вообще не началась бы и что он хочет восстановить мир. Другие из числа ястребов объясняют, что если бы на самом деле вместо Байдена был Трамп и война все-таки началась бы, то он действовал бы намного жестче, чем Байден и вполне возможно, что мы уже сейчас пребывали бы в третьей мировой войне. Как бы по факту мы в ней и пребываем, потому что, конечно же, Запад воюет против Российской Федерации. Но, тем не менее, это еще не та фаза, из-за которой следует сидеть в подвале. То, что Трамп выбрал кандидатом вице-президента Вэнса, которому вообще плевать на Украину, и он этого не скрывает. Он говорит, что важно Штаты, а этим дохаре уже давать деньги. Причем говорит об этом достаточно жестко. Как бы подчеркивает, что какое отношение у Трампа к Киеву, к Зеленскому и прочей швале. Но именно это и отталкивает украинский establishment, ну вот эту вот группу жлобья, которая сейчас управляет, и варья, которая управляет Украиной, в объятия Харрис. Поэтому, по-любому, Харрис выглядит предпочтительней для Киева. В офисе ставят на нее, уже наладили диалог на уровне советников по безопасности. Причем при этом не боятся обвинений во вмешательстве в выборы в Штаты. Если Байден скопытится, то Харрис займет его место, она занимает сейчас должность вице-президента. И в общем-то, кажется, что для Киева, кажется, что это правильный выбор. Но еще месяц назад в британском The Telegraph вышла статья предупреждения о том, что Харрис может оставить плохой след в истории Украины. Что она очень схематично представляет то, что происходит на другом континенте. Для Харрис, человека глубокого ума, это уже очевидно, исходя из всего, как она себя ведет, из ее заявлений. То, что происходит там где-то, это большая страна напала на маленькую страну. О, это плохо. Все ее выступления, все ее публичные заявления говорят о том, что она мало в чем разбирается. И в этом точно не разбирается. И даже не желает об этом говорить. Потому что ее августовское интервью, которое ждали в Киеве, я точно не знаю, ждали в Киеве для того, чтобы услышать какие-то месседжи. Она ни разу за все интервью, большое интервью не произнесла даже слово «Украина». Не напрягает это, не? Она сосредоточиться решила на внутрике, штатовском внутрике. Ну, допустим, это мелочи. Потому что, ну, хорошо, не Харрис будет формировать там позицию по Киеву, возможно, будут какие-то советники, еще что-то. Но ведь у Харрис уже возникали разногласия с Зеленским. Да, да. Именно Харрис не поддержала предложение, гениальное предложение Зеленского. Даже на фоне Харрис гениальное предложение Зеленского выглядит полностью дебилоидным. Ввести превентивные санкции против Российской Федерации, чтобы она не напала. Судя по воспоминаниям министра обороны Резникова, вора из воров, кстати, на встрече, которая состоялась перед началом большой войны, Харрис хотела, чтобы Зеленский публично признал неизбежность вторжения. Но Зеленский отказывался, отказывался признавать неизбежность вторжения. Он нес тогда пургу о том, что жарьте шашлыки, ничего не бойтесь, вы это прекрасно помните. А уже потом признался, что да, мы знали, что будет вторжение. Почему не предупредили? Почему не предупредили женщин, детей, больных диабетом, которые потом умерли из-за того, что лекарства просто не могли привозить в то же Мариуполь и в другие города? Почему? Ну, потому что холопы разбежались бы. Разбежались бы холопы. И он тогда требовал, чтобы она ввела превентивные санкции, она требовала, чтобы он признал неизбежность вторжения. И у них ничего не получилось. И поэтому, мол, он скрыл правду от своего собственного народа. Трамп может желать мести после того, как его попытались объявить импичмент из-за телефонного разговора с Зеленским. Но то, как сложится диалог Зеленского с Харрис, это еще менее прогнозируемо. Она недовольна тем, что Байден слишком сильно сосредоточился на внешней политике и опять-таки говорит о том, что нравится американцам. То же самое, что Трамп. Мы будем заниматься внутренней политикой. Причем окружение, а это явно не понравится Зеленскому. Потому что Зеленский и его киевская банда это все-таки не часть внутренней политики Соединенных Штатов Америки. При этом ее собственное окружение говорит, что она недостаточно подготовлена. Она плавает во многих вопросах. И плюс она не отличается красноречием. Вспоминают, как она рассмеялась над вопросом об украинских беженцах. То есть она не поняла вообще, о чем идет речь. Еще один выдающийся оратор. Это Мендель, вы помните, бывший спикер Зеленского написала в твиттер, что она боится, что Камала Харрис возглавит администрацию. Потом, правда, пост удалила, но осадочек-то остался. Короче, Харрис, когда придет, если вдруг приходит Харрис, то вполне возможно при ней курс никакого нового витка не делает. Просто остается тем же, но с минимизацией рисков. То есть не допуск ни победы Украины, ни победы Российской Федерации. Знаете, вот там вот пусть оно как-то там так и тлеет. Для Украины это ужасающий вариант. Самый ужасный вариант, мне кажется, потому что медленное истребление народа Украины, медленное опустение земель, ну и, конечно, медленное завоевание земель украинских Российской Федерации. Вплоть там доходят до Киева и стоят там перекур. То есть, потому что допустить победу Российской Федерации, повторяю, Америка не может. Но и не может допустить победу Украины, потому что, ну потому что, наверное, это невозможно. Вне зависимости от происходящего между Украиной и Россией, Белый дом отказывается снять ограничения на использование дальнобойного оружия по территории Российской Федерации и темниц с поставками авиаракет. Менять что-либо перед выборами не будут, ну, скорее всего, не будут. Знаете, я боюсь уже в современном мире говорить слово однозначно, но скорее всего не будут. Дело в том, что никто так и не может понять, а где же те самые красные линии Российской Федерации. При этом я лично читал интересные материалы в западной прессе. И там со ссылкой на одного, он бывший, он занимался, получается, атомной энергетикой в Российской Федерации. Сейчас он в Бельгии, там какой-то, как всегда, у них институт возглавляет и все такое. И он объясняет, что вполне возможно, что Российская Федерация, сделав публичный ряд предупреждений, сейчас делает некоторые вещи не публично. Это и изменение ядерной доктрины, это и подготовка там, по сути, подготовка к ударам в ответ, да, возможно, тактическим ядерным оружием. То есть он говорит, пожалуйста, не думайте, что высказывание руководства Российской Федерации, это просто высказывание с сотрясанием воздуха. Если вжарят, то все, обратного хода уже не будет. Поэтому и не думайте, что не задумываются над тем, что могут сжарить. Напомним, Зеленский на недавней пресс-конференции обещал, что покажет обоим кандидатам план победы Украины, включающий нынешние действия на Курщине и Трампу и Харрис. Но это все будет дальнейшая, короче, победа будет зависеть от Штатов, дадут или не дадут кое-что. Понятно, что американские президенты, получается, президент узнает раньше, чем украинцы, выдающийся план. Ну а что имеется в виду под дадим, не дадут, не дадут, это, конечно, атакмус. Американцы не хотят давать атакмус. Они, во-первых, говорят, что для чего нужен атакмус? Бить по аэродромам, где базируются российские бомбардировщики. Американцы говорят, во-первых, вы не сможете до них добить. Во-вторых, у вас есть и у самих, чем бить. Ну и в-третьих, вообще атакмусов у нас не сильно, это и много. А если верить западной прессе, все тому же The Telegraph, то отставка министра иностранных дел Кулеба связана с тем, что он не смог повлиять на партнеров в вопросе отмены запретов на использование вооружения и выпросить достаточно систем ПВО. То есть Зеленский считал, что Кулеба, которого он, Зеленский, уже вдохновил на хамство, недостаточно имел хамство для того, чтобы выбить новый министр, который пришел, это урожение с Тернопольской области села. Он уже оскорблял, к примеру, спикера венгерского парламента, называл того недополитиком, оскорблял поляков. В частности, он говорил, что то, что они там блокируют ввоз украинской продукции, которая убивает польскую продукцию, это эвтаназия, польская эвтаназия. Почему он так говорил, кто его знает, и он хамло из хамла. Для украинцев будет интересно то, что именно этот человек отправил письмо, которым предписывалось не выдавать мужчинам, украинцам, документы и вообще не обслуживать их, чтобы они не получали консульских услуг. Конечно, после этого, если бы этот мир был правильным, все эти украинцы могли просто выбросить свои нахер паспорта и получать паспорта или там временные какие-то документы тех государств, где они живут, потому что государство Украина свои функции перестало выполнять. Это уже не государство, это 404. Долбанная ошибка. Но, тем не менее, мир такой, как он есть, и все предпочли не заметить. Сибига, этот новый министр, это будет трэш, из трэша. Зеленский думает, что его собственного природного обаяния хватает, Зеленского обаяния, хватает для того, чтобы все-таки выбить эти ракеты и поэтому он едет на Рамштайн. Он едет в Германию, в ту самую Германию, где он уничтожил экономику, по сути, промышленность, взорвав северные потоки. Ну, для немцев-куколдов к этому не привыкать, в принципе, они его еще и в зад поцелуют, а сам Зеленский, ну, наглый чувачок. Но надо вспомнить, что Зеленский туда уже ездил в апреле со схожей повесткой «Дайте дальнобойное оружие, ПВО и боеприпасы». Как сработала харизма? Никак. Вполне возможно, что он и на Генассамблее ООН потребует, чтобы Украине дали право защищать себя всеми возможными способами, чем сыграет на руку Путину. Ибо после вторжения в Курскую область Путин может также то же самое повторить. Или если Генассамблея скажет «Ок», Путин скажет «Спасибо, Генассамблея, а теперь получите». Сейчас демократическая пресса спамит социологическими замерами, которые как бы показывают преимущество Харрис над Трампом в колеблющихся штатах. Правда, ощутимый перевес она имеет только в Висконсине и Мичигане. Так это как в трех других они идут вровень. Аризону, скорее всего, забирает себе Трамп. В принципе, неудивительно, что собственный рейтинг Харрис вырос, когда она стала официальным кандидатом. Она более популярна среди женщин. Почему? Просто потому, что она женщина. И просто потому, что женщины до сих пор мыслят так, что иногда подтверждают правильность того, что законов этих диких всех, которые запрещали когда-то женщинам голосовать. Но мы надеемся, что это не все женщины так думают. Хотя с 16-го года стало понятно, что социология это такая, знаете, продажная девка капитализма. И вполне возможно, что то, что они там рисуют, это полное фуфло. Еще неизвестно, чем обернется косноязычность Камалы на дебатах, которые состоятся 10-го числа. Хотя дебаты в США это не то, что влияет на тех, кто уже определился со своим выбором. Но интересные там будут дебаты, потому что им будет даваться на ответ 2 минуты, будут выключаться микрофон, то есть нельзя будет друг друга перекрикивать, нельзя будет иметь с собой шпаргалки, нельзя будет коннектировать со своим штабом даже в рекламные паузы. Мне кажется, что Трамп здесь, ну, мне кажется, победит. Рейтинги имели неожиданный эффект. Ряд чиновников рассказали политику, что растущая популярность Камалы мешает выделению крупного займа для Украины. Брюссель и Вашингтон раздумывали над тем, чтобы предоставить Киеву кредит на 50 миллиардов. Сделку хотели заключить до конца года. Из страха перед тем, что придет Трамп и сделка уже не состоится. 50 миллиардов это все те же самые, ну, ворованные у России деньги, да, замороженные активы, так называемые. Но вот, вдруг демократы укрепляют свои позиции, говорят, Камала может победить, да, скорее всего, Камала победит. Со всех сторон кричат, Камала победит. И на этом моменте как бы понимают, что не обязательно выделять 50 миллиардов до конца года. Но они же все равно победят. Там еще была интересная фишка, с чем это было связано. Американцы потребовали, чтобы замороженными эти активы оставались все время, пока будут выплачиваться деньги. А европейцы, ну, немножко подпрозрели с этого, потому что неизвестно, что будет через год, да, и почему они должны быть заморожены, если вдруг они смогут разморозиться. А штаты это не устраивают. Они хотят, чтобы европейцы сами это все и выплачивали. Потому что если активы будут разморожены, а уже как бы выделение все подписано, тогда получается американцам надо будет выплачивать это за счет своих собственных налогоплательщиков. Не-не. И вот Путин говорит, что его фаворитом является Байден, а теперь Камала Харрис, поскольку она заразительно смеется. Но также он сказал о том, что больше всего санкции введено при Трампе. Это не совсем так, конечно, и он об этом не может не знать, потому что санкции начали массово вводить при Обаме-Байдене и окончательные гайки закрутили как раз-таки при Байдене. Но он это говорит. А говорит он это зачем? Для того, чтобы, а, потроллить на самом высшем уровне, ну, именно просто поржать с этого всего цирка. Ну, и во-вторых, конечно же, подкинуть дровишек в головы тех, у кого там что-то... Так, подождите, Путин за Харрис? Так я, значит, против Харрис. Короче, срочность этого займа в 50 миллиардов отпала. И теперь уже споры у США и ЕС по поводу условий кредитования усилились. Репарации будет выплачивать Европа из вот тех вот замороженных денег. А если они уже будут разморожены, то это Штаты не устраивают. А тут еще МВФ начали закручивать гайки уже Киеву и сообщили о том, что необходимо повышение налогов. А что делать? По большому счету администрация демократов могла бы сейчас хорошо этим кредитом подергать за поводок Офис Президента. Они могли сказать, ну, не закончите войну, не получите бабок. Не получите бабок, но экономики сильно поплохеет. Ее просто не станет. Скорее всего, просто все рухнет в Украине. А я же повторяю, МВФ говорит, давайте это самое, повышение ставок, девальвация гривен и все такое, там просто трэш. Тем более деньги нужны самой Харрис. Политический курс уже сейчас обвиняют в социализме, заморозке цен, расширении социальных программ. Это Харрис обещает. Предварительно потребует 2 триллиона долларов в течение ближайших 10 лет. Это, конечно же, очередной дефицит бюджета. За счет чего? За счет сокращения других расходов. А в других расходах как раз-таки и находится Украина, Киев. Не оценят, если будут забирать за счет других расходов, там где-то на какую-то, опять-таки, на что-то важное в Штатах, а Украине будут выделять. Это понятное дело. Короче, в общем, все это очень интересно. Интересно за этим наблюдать. Интересно наблюдать за этой гонкой. И, в принципе, когда ты смотришь, знаете, есть такое произведение, я не помню, кто написал. Но там, как человек сходил с ума постепенно, и вот он смотрел на 2 капли, которые бежали, и он улыбался, безумно улыбался. По-моему, это кто-то, детектив какой-то. И он говорит, что ощущаешь себя Богом. Ощущай себя Богом, потому что ты можешь ставить на обе капли. Ты, кто бы, какая капля не пришла бы вниз, ты все равно победил. Здесь та же самая история. Победит ли Россия, победит ли Путин из-за того, что придет Харрис? Нет, конечно же. Потому что, поверьте, ничего глобально не изменится. Я сегодня в частном канале Телеграм объяснял уже, что кто бы там не пришел, уж какой бы уже не пришел, но мы же видим, мы же наблюдаем это в Европе. По крайней мере, кто бы не приходил, его поглощает эта повестка. Если ты живешь в помойке, то ты не можешь не вонять. По-любому подванивать начнешь. Но за тем, что проходят где-то выборы, наблюдать украинцам, мне кажется, интересно. Потому что они, волы любни, наблюдают за тем, как выборы отменены, отменено все, что только можно, а Зеленский продолжает узурпировать власть, расставляя по местам своих людей, людей, тесно связанных с Ермаком. Наблюдаем, пока.